Дорогие художники, ссылки на лучшие курсы и программы по рисованию размещены в описании под этим видео. Приятного просмотра! Итак, здесь у нас довольно-таки сложный поворот головы. Еще фотография сложна тем, что очень волосы разбросаны. Я, в принципе, взяла специальную фотографию для того, чтобы, несмотря на то, что волос много, не видно, где макушечка, мы должны с вами как бы увидеть за всем этим и представить всю ее форму головы, должны прочувствовать. Не просто там что-то такое, много-много волос нарисовать, а именно прочувствовать. Итак, намечаем, что вот здесь у нас будет верх нашей головы, макушка где-то приблизительно там, вот здесь у нас начнется лицо, и вот здесь, скажем, где-то вот здесь у нас будет подбородочек. То есть вот под таким наклоном, вот это будет осевая линия, ну, условно говоря, вот, скажем, если у нас вот девочка была форма шара такой, то девушка у нас уже будет больше такая даже, может быть такой, ну, овал, может быть даже слегка треугольник какой-то такой вот. Ну, вот будем рисовать все равно такой овал, напоминающий форму яйца. И смотря на то, что нам не видно, напоминаю. Так, ну, в общих чертах давайте сейчас попробуем опять-таки найти тот самый объем. И вот уже, видите, я стараюсь вести немножечко, как бы, тон, тонирую одну часть нашего вот этого овальчика. Ну, или, условно говоря, яйцо, чтобы более так вот ассоциации такие яркие проходили. Так, я немножко вот этот уберу осевую линию, она мешает. То есть осевую линию мы рисуем, ну, очень незаметно, так, чтобы вообще, чтобы вас никто не увидел. Итак, вот наше яйцо. Смотрим, откуда падает свет. Свет падает откуда-то сверху, можно даже сказать, где-то прямо. Вот здесь, вот эту часть мы должны с вами взять как бы светлее, остальное приглушить. Вот, кроме того, здесь еще немножко задача усложняется тем, что если на девочке мы не видели четких каких-то границ, вот лицевая часть, как идет какая-то боковушечка, здесь нам надо понять, что вот она, лицевая часть. Это одна просто. Вот отсюда, от щеки идет уже боковушечка. Сейчас я вам покажу большой кистью. То есть получается, что мы должны слегка, вот если мы ведем от той стороны, да, вот немножечко, то, как будто вот ищем вот это ребро. Ребро между светом, между одной плоскостью и второй плоскостью. Вот приблизительно, вот у нас это ребро. Это будет там, туда уходящая. Вот у нас лицевая часть. Наметим для себя приблизительно вот эту лицевую часть. И сразу от нее отметим, что ага, вот здесь у нас будет как бы место для глаз. Определяем пятнышко одно, второе. Сразу же ведем от этих пятен, смотрим соотношение вот этого треугольничка такого, где-то вот здесь по серединочке всего этого овала у нас будет ноты где заканчиваться. И вот опять-таки на продолжение вот этой осевой линии где-то под нотиком, мы немножечко покажем просто место для губок, не линию, а вот видите, вот такую плоскость, вот такую плоскость. Так. И мы можем дальше опять-таки вести, 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 вести. То мы немножечко накладываем. Значит, вот это у нас лицевая часть. Это уже вот с этой стороны боковушечка, она уходит туда. И с этой стороны есть боковушечка, которая туда тоже заходит. Ну, под глазами здесь не очень видно. Так. Наметили. Теперь можно немножечко взять диски ватные. Слегка мы смягчим. То есть вот эту границу между темным и светлым. Может быть даже возьмем. Вот опять-таки по аналогии с яйцом. Мы под нотиком ведем вот у нас как вот яйцо, а какая-то одна часть, верхушечка такая светленькая. Остальное как бы вот туда входит плоскость. И в принципе где-то под нотиком мы можем вот так слегка-слегка погасить. Ну вот сразу можно линию носа определилась. И в этом овале, в месте, где у нас намечается голота, приблизительно наметим вот такую, какую-то плоскость, как бы такой упоминающий по форме вот такую рыбку. Вот. То есть это место, это весь глаз вместе с верхним и нижним веком. Так. И усилим еще немножко носик. Так. Усилим немножко с одной стороны губку, с этой стороны. Вот так. Ага. И под подбородочком усилим, что там шея немножко как бы в глубине. Вот так. Так, может быть больше надо будет сделать наклончик. Так. Так. И теперь, следующий шаг. Берем кисточку поменьше размером. Ну, не совсем маленькую. Так, а куда она у меня делась? Вот она. Вот такую. Ну, как это, ну, где-то десятый номер. Щетиночку я взяла. В принципе, можете щетинку и синтетику. Просто синтетика, она как бы мягко рисует, гладит. А нам сейчас немножечко все-таки важен рисуночек найти. Поэтому мы больше вот дает рисунок именно щетинка. Более такой жесткий рисунок дает. Вот она у нас рыбка. Да. В эту рыбку постараемся где-то по серединочке найти вот такую радужку. Причем обратите внимание, эта радужка не совсем круглая. Она уже прикрыта верхним веком. Если у детей глазки, как правило, кругленький, ровненький шарик, у взрослых людей уже не ровный, а немножечко как бы тревянный шар сверху. Один глаз слегка наметили, слегка сильно не темните, чтобы, если что, можно было подправить. Так, на этом же уровне, вот здесь у нас, чтобы тоже, видите, немножечко разница в направлении. То есть раскладик, сразу на этом же уровне продолжаем. И вот здесь усиливаем, показываем вторую, вторую радужку. Но она уже немножечко, этот глаз, дальше от нас. Значит, по размеру будет радужка чуть поменьше. И по интенсивности своей не так ярко, как тот глаз, который слева. И теперь от этого шарика, то есть от этой радужки, продолжаем. Линию, вот сюда, это у нас линия, контурная линия верхняя глаза, задали вот эту линию. И с этой стороны, раз, два, повторяем. Опять-таки напоминаю, что этот глаз у нас справа, который идет в перспективе, поэтому он будет по размеру меньше. То есть если вот этот глаз вот такой, да, может быть, такой большой размер, то этот уже сокращается, чуть меньше. И снизу можем оттенеть тоже слегка, потому что у девочки вот такой яркий макияж. И дальше что у нас идет? Линия века, то есть над глазиком, уточняем, раз, линия века, и вот два. Причем нельзя, чтобы всю эту линию вести полностью. Далее в том месте, где темнее, в этом месте темнее, и в этом темнее. Ну, здесь практически все слилось, способ дает просто чуть темнее, и все. И можем сразу, да, что-то такое, как бы, объемочек, здесь с этой стороны, левый глаз, с этой стороны правой, там, затянуть с этой стороны. И бровку, посмотрим, относительно глаза, бровка, где, на какой уровне, немножко нужно вот какое-то расстояние наступить, и вот такое движение, немножко как вниз, что-то такое движение, но вниз, в тюнище, спускающее движение. Так. Ну, опять, сильно не прорисовываем, слегка дальше смотрим, относительно уголочка глаза, внутреннего уголка глаза, где у нас будет линия на крыло носа, вот приблизительно. Здесь, смотрите-ка, здесь крыло носа такое-то светлое-светлое, поэтому, пожалуйста, очень мягко, легко, не темните. Я даже удобно ковато взяла с этой стороны. Здесь идет у нас уже вот такая длинная ледня, и где-то вот здесь внизу, то, если направление глаз такое, то и направление носика так же будет. Так, ну, с носиком у нас есть у меня отдельная помню, это можно будет потом немножко посмотреть. Так, и дальше что? И дальше у нас губки. Если у вас краска закончилась на кисточке, то наберите еще немножечко. Смотрим. Ну, здесь я немножечко уточню еще эту часть носика. Напомню, что носик тоже состоит из нескольких плоскостей. Сейчас я, наверное, сильно на этом останавливаться не буду, потому что это долгая история, все это тщательно все объяснить. Напомню нашу задачу, что мы сейчас должны общее найти, как бы, такое построение, понимать, где что находится. Вот здесь я специально поставила такой плечочек, чтобы уже как бы чувствовался, что носик, ну, как бы в этом месте выходит. Если очень белый, то можно так вот пальчиком погасеть. Так, и дальше смотрим относительно носа. Может быть, я дам какие-то ориентиры, если вы просто какие-то акцентики, чтобы мне было дальше понятно, как идти. Так, относительно ноздри, крыла носа. Смотрим, губка вот куда пошла в этой линии, то есть вот как бы проводим ее. Теперь давайте проверим ее, перепроверим, на месте ли ее сделать относительно глазника. Давайте посмотрим. Вот от глаза немножко уходящие, то есть уголочек глаза, вот линия вот сюда шутка, еще лучше. То есть вот у нас здесь будет так. И теперь с этой стороны. Опять, если вот у нас здесь вот носик, серединочка, то левая часть губы, вот эта будет гораздо длиннее, чем правая относительно носика, то есть серединочка, вот она у нас серединка будет. Так, наметили. И сразу нижнюю губку показали, вот такую купинкую. И верхнюю слегка, слегка наметили. Контур верхней губы можно даже слегка вот так вот сшивать. Так, и дальше что смотрим? Дальше овальчик смотрим. Ага, подбородок как идет относительно вот эта, вот эта линия пошла. Как линия подбородка идет? Вот здесь вот одна плоскость, дальше уже другая, как бы срезный такой, у меня довольно-таки четкий овал. Как только вот эту линию наметили, посмотрели, а с этой стороны какая. То есть надо увидеть вот эту всю плоскость, все сразу, чтобы прочувствовать, правильно мы это сделали, про плоскость нашли или нет. Но сейчас то, что вы видите, это еще будет как бы по ходу все меняться, все поправляться. То есть опять-таки техника данная позволяет нам это делать довольно-таки безболезненно. Так, глазик. Уточняем глазик. Теперь я подключаю властик. С одной стороны. Причем смотрите, вот здесь я вот высветляю, стараясь волочку, внутреннему уголку глаза, смягчить, чтобы прям чисто белый такой вот уголочек не был. Потому что глаз имеет свой объем. Так, поэтому как бы мы растворяем. И мы можем для того, чтобы нам было как бы интереснее дальше работать, отметим для себя вот такой глючочек. Опять-таки, видите, тонкий слой краски позволяет пластику хорошо снимать эту краску. Мы можем показать, что вот в этом месте у нас идет, идут века, верхняя площадочка века. И даже ощущение, что глазки напрашивают, даже основе, что вот так сделать, на кромочках. И сразу мы можем подчеркнуть, что у нас здесь идет. Здесь идет толщиночка. С этой стороны. Опять-таки, я один момент хочу еще раз напомнить, что лево-право рисуем. Одновременно. На Митя Лагин глазик, тут же смотрим. Ага, видите, немножко далековато тут глазик. Значит, надо поправлять. Татьяна, вопросы. Да. Во-первых, несколько участников написали о том, что они опоздали на мастер-класс. Можно ли посмотреть в записи? Я написала, что до 18 декабря, то есть перед трехдневным курсом. Да, записи будут. Да, можно. И второй вопрос, Маргарита, ему его пишут, почему у меня плохо работает резинка? Проблема в бумаге, краске, мастер-класс. Скорее всего, может быть, у меня акриловая, пусть она утащила. Так, значит, почему плохо работает резиночка? Очень хороший вопрос. Если вы работаете тонким слоем краски, вот видите, такой тонкий слой, то пластик будет хорошо снимать. Если вы много масла подключаете, то и жирно у вас получается, то пластик уже хуже снимает. Это первое. И второе, опять проверьте, пожалуйста, тюбик вашей краски, точно ли это масляная краска. Это возможно вы купили акриловую краску. Это часто бывает. Многие ошибаются, берут некую краску. Проверьте, пожалуйста. Поэтому, чтобы ластик у вас хорошо ложился, обязательно работаем вот так вот, легко, легко, едва касаясь. Некоторые думают, что вот труд и нет, ничего, краски нет. На самом деле краски, краски много на кисточке. Вот, просто иногда вот кажется, что ее нет, не видно, да? Здесь пишет Павел Джумангад. Мама, никак не могу на тебя дозвониться. Твой сын женится. Сегодня сделал предложение. Она сказала да. Очень приятно. Очень приятно. Ну, ладно, я потом позвоню. Хорошо, сына. Так. И теперь... Так, немножечко подведем здесь. Эта новость немножко... Обрадовала. Новость обрадовала. Спасибо. Так, ладно. Потом. Дальше. Идем дальше. Походу, опять-таки, уточняем, что у нас как бровка идет, как направление. То есть, видите, одновременно идет работа и кисточки, и ластика одновременно. Так. Поэтому, где нужно, подключаем ластик, где нужно, подключаем кисточку. Опять уточняем. И смотрите, вот кисточка маленькая, небольшая, но тоже ей надо работать аккуратно. Не торопитесь темнуть. Так. Дальше. Площадочка у нас. Вот она туда, в глубиночку пошла. Можно еще один вопрос? Да. Римма Саекова пишет, сходство очень удаленное. Как быть? Много-много писать портретов? Так. Опять-таки, по поводу сходства. Ставьте себе задачу. Либо вы можете поставить себе задачу сходства, немножечко изучив все-таки, как правильно строить. Вот поизучай, поизучайте, пожалуйста. Римма, да? Вот. И только тогда. Не спешите сразу на первых этапах себе ставить задачу сходства, потому что очень много сразу задач. Вот. Сходство – это дело наживное, далее, причем у нас вот будет еще вот как раз-таки, мы сейчас набираем группу, платную группу по мастер-классу по интернету, вот. И там вот как раз-таки будет очень четко показано, как же добиться сходства в ближайшие жизни. То есть существует в этом плане много различных методик. Сегодня у нас задача не эта, поэтому не спешите всему свое время. Так, усиливаем руки. Слегка. Так. Обратите внимание. Вот. Многие спрашивают, как передать, сделать портрет, чтобы был живой. Вот. Губы, глаза, они должны работать практически одновременно, потому что они очень связаны. И стоит нам немножечко уголочки двух правил проработать более внимательно, посмотреть, как идет направление движения, и вы почувствуете, как вдруг портрет приобретает уже какой-то характер, приобретает какую-то, несет свою определенную энергетику. Поэтому обратите внимание в работе именно вот тоже, как считается, что глаза, зеркало, постреты, души человека, все вместе нужно. Когда мы одновременно работаем, иногда один с другим, то есть как бы такая вот мозаика идет, но потихонечку, видите, немножко глазки наметили, перешли сюда, перешли дальше. То есть потихонечку, не торопясь. Вот. Причем губка вот эта уже мы видим, что с правой стороны она чуть темнее, левой светлее. Даем какой-то тон губам тоже. Можно даже, опять-таки, подключить вот эту большую кисточку, вот немножечко даже, что-то цвет какой-то придать. Не переживайте, если кисточка будет выходить за пределы вашего рисунка, вот, потому что мы все равно потихонечку как бы идем дальше, строим. Сейчас, кстати, можно уже отложить мелкую кисточку и немножко займемся таким, опять, поиском объема. Вот смотрим, что вот эта часть, она вот у нас, она как бы в глубине. Вот эта часть. А вот здесь, под щечкой, вот стулка, вот она выделена даже, посмотрите, как она идет, прям в губе. Вот в этом месте. подчеркну, веселька, и здесь. Можно тоже погасить. Дальше. Носик. С одной стороны, вот носик с той стороны явно темнее, но с этой стороны у нас же тоже разные плоскости. Вот это одна плоскость носа. Вот эта. Дальше идет боковушечка, это другая. И нужно как бы тоже дать понять, что здесь одно, там другое. Дальше ищем плоскость от носика, смотрим, вот это крыло носа, щека, и вот эта граница под носом. Посмотрите, три плоскости, три разные плоскости, как они между собой пересеклись. То есть вот она щека. Так. Ну и немножко к логику перейдем. Давайте сразу сейчас немножко отмечемся пока от лица, поработаем немножко с волосами, чтобы у нас все-таки портрет девушки не вылезла парня. И немножко оттеним. Хотя, кстати говоря, многие спрашивают, как рисовать блондинок. Вот сейчас мы как раз-таки я немножко это и покажу. Опять-таки, я глубоко не буду в это вдаваться, а пока в общих чертах, потому что сейчас у нас мальчик глаз не по волосам, а по футболе или по футболе, это телефон, в общем. Так, шею я как бы гашу. И от нее, посмотрите, вот от нее идет вот такая теневая плоскость. Так вот волосы мы показываем. И сейчас все-таки навесим еще раз вот эту макушечку. по форме надо кладить волосы. Так, 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 так. Кстати, забыли воспользоваться диском. Помните, что мы делали? Опять-таки, смягчаем эту границу между темным и светлым. Можно прям даже вот так вот все объединить. Ну, желательно, прям, знаете, кладите, пожалуйста, по форме. Вот у нас форма такая, плоскость щеки. Вот, видите, дальше идет под углом и вот здесь можно его ручить и немножко на часть ноги зайти. Так, 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 так. Так, и немножечко сейчас открючим кисточку вот эту побольше. для того, чтобы наметить какие-то прядочки. Посмотрите, очень интересная прядочка на бровке. Так, и погасим, то есть по бровке идет тень. Ага, и вот это место мы можем уже отрицать. Давайте посмотрим сразу одновременно с этой стороны как пойдет. Ищем какие-то пятнышки, здесь дали пятнышко, ищем альтернативу здесь, напротив где-то что-то. Таким образом, когда мы будем вот это пятно искать здесь, потом вдруг там пошло темное пятно, потом нашли вот эту часть, то есть у нас как бы происходит своеобразная такая лепочка. Так, так, то есть по всему мы работаем. Дальше смотрите, вот это интересно. Но вот эти завитушечки это конечно уже в самом последнем этапе. Вот эти прядочки, которые попали на лицо. вот это уже чуть-чуть больше. Сейчас важно тоже отметить, где у нас заканчивается скулка, где идет шея. Вот это место прям очень важно, наше тело, ну, как бы намного темнее. Возьмем опять-таки большую кисточку, если нужно, набирайте еще, не забывайте проверять ее. И опять объединяем, 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 даем какой-то общий тон. Все вот эти светлые прядочки это можно сделать немножко позже. Постарайтесь увидеть вот это все вместе. Сейчас прищуривайте для этого хорошенечко глаза, чтобы детали у вас не летали. И ищем вот эти какие-то темные пятнышки, волоса, вот здесь. это темные. Может быть вот здесь. Может быть вот здесь. Так, так, так. Клубик подчерчиваем. Так, так, так. И вот здесь пошла вот такая операция. Так, сейчас в данном момент у нас она еще не блондинка. Нам нужно для этого еще хорошенечко подготовить почву. Для этого я уже сниму. Для того, чтобы показать вот эти светлые летящие волосы, нам нужно опять-таки сделать основу подготовить. Дать немного еще конца для того, чтобы на темном фоне мы могли дать какие-то прядочки. Так, но сейчас я не буду тщательно показывать пока в общих чертах. И берем теперь ластик и начинаем работать пластиком. Пластиком можно работать опять-таки по-разному. И ребром тонким, и плашмяк лодьем, и сильно надавливая, и слегка нажимая, то есть все время меняем, стараемся искать какие-то интересные линии. Что-то вот сюда пошло. Так. И как раз вот что касается вот летящихся летящих молот. Сейчас такое наделанное поле. может быть даже где-то тоже с этой стороны он немножко темнее молотка светлее. Для того, чтобы что-то показать, когда определяем, что темнее объект или фон, и тогда нам уже намного проще дальше работать. Но здесь есть одна опасность. В общем-то тут надо вовремя останавливаться. Нельзя перебарщивать слишком много. Если вы делаете слишком много этих рядочков, у вас лицо потеряется. Поэтому все делаем очень аккуратно. Но с другой стороны, если немножко где-то переборщите, в принципе можно потом взять большую кисточку и большую кистью обобщить. И нужно погасить, если что-то очень сильно вовет, мешает смотреть. Татьяна, что-то Михаил пишет. Это я думаю, когда вы к лицу перейдете. Татьяна, наверное, вы смотрите по другим углам, но нос ушел влево, переносится. Хорошо бы его сместить к ее правому глазу. Возможно, Михаил. Возможно, походу, что мы можем подправить. Если такая здесь необходимость, то можно подправить. Здесь несложно все исправлять, потому что все идет довольно-таки бледненько. Так, ну давайте поправим сейчас посмотрим. Да? Тут еще важно, как вы стоите по отношению к вашему мольберту. Я в данном случае где-то сбоку стою, поэтому у меня естественно определенный угол подправить. Так. Можете даже голову сюда. да? И вот походу подправляем, подправляем, подправляем. То есть в любой момент, если вы не переборщили с красочкой, то в принципе можно походу что-то изменить, даже вообще полностью изменить, перерисовать все как бы заново даже. Может такое быть. Так. А мы можем сейчас немножко камеру поменять, чтобы я подошла к другой стороной. Надо ластиком какую плоскость у пряди делать? По ластикам опять-таки можно и этой часть как по-разному. Вот смотрите, если вам нужно, смотря что, прядочку вы хотите, предположим, вам нужно эту прядочку ярко показать знакомницу сонного лба. То есть я надавливаю на одну сторону, вот так вот. Мы можем вот так. С другой стороны мы можем раз и поменять. Сразу ниже немножечко мы можем уже давить на другую сторону. Даже вот так. Видите, я то этой стороны, то этой стороны она все время меняется. Поэтому как вам будет угодно руки так вы и положите. Так, сейчас мы поменяем положение камеры. Немножко туда сюда. Я хочу с этой стороны посмотреть, что лучше. сейчас вот мы видим. Так, ну, для того, чтобы сейчас было уже что-то более-менее так понятно, я сейчас какие-то места пройдут более таким плотным тоном для того, чтобы найти для того, чтобы было красочковым надо немножко зверно. Так, и теперь какие-то акцентики. Нет, можно немножко взяться? Может быть даже, смотрите, сейчас я рисую и в принципе даже щетинку не всегда можно убегать с помощью синтетики. Вот вдали линии и уводить ее куда-то в ту или иную сторону. Так, здесь можно подбить. Что-то такое. Посмотрим, как с этой стороны поделать. Может быть здесь какая-то пошла прядочка. Ага. Дальше точнее здесь. начинаем несколько барабочек. Так, и дальше туда можно какие-то пяточки вошли. так, 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 так. Ну, теперь немножко мы как бы волосы слегка-слегка наметили. Опять здесь можно взять обошенку, если что-то все очень темно. можно таким образом помнить, что это у нас боковушечка. И немножечко сейчас еще что уточним глазки. Я возьму немножко потолще кисточку. наберу краски. Проверяем, не забываем и уточняем. Теперь фокус. Очень важно сейчас, конечно, это не завершенный портрет, это просто как бы набросочек, но тем не менее мы тоже можем его немножечко как бы какому-то завершающему моменту подвести. Вот я отчеркиваю глаза. Обычные глазки это основание радужки в момент соприкосновения с контуром более километра вот здесь сверху. Зачем, можно вопрос? Да. Облиги в зрачках только ластиком или краской белой тоже можно? Нет, белой краской мы вообще не подключаем белую краску. Вот единственное, что иногда художники используют как бы устрих белый такой канцелярский. Но честно говоря, я не очень это рекомендую, потому что этот штрих со временем падает и блеск в глазах исчезает. Поэтому лучше это сделать либо ластиком аккуратненько, либо если у вас уже ластик не берет, можно подключить тогда ножичек антилярский ножичек просто прокомянуть. Вот сейчас я немножечко вот так вот начну. Один гладик. Мы можем даже немножко высветить внутри гладика. Там могут пойти какие-то такие рефлексики интересные. Все это в пределах разумного, чтобы рефлексик не был светлее вилка. Дальше подведем немножко глазки, только обратите внимание на это место. Пожалуйста, не тяните ярко, прям с маслом. Смотрите, все должно быть очень пушистенько. Мы можем усилить веки. Здесь довольно-таки яркий макияж, поэтому в отличие от ребенка, мы можем здесь немножко показать, что это более жестко, какие-то места. Ну, как бы, реснички, в принципе, можно вот такие макияж но не прорисовывать каждый прям. Может быть, сверху прям от основания. Или, точнее, какие-то бровки, где-то может быть опять уголочек, глаза. Дальше смотрим это относительно этого дневного чего-то глаз изменит. Я подниму сейчас усиливая цвет тон глаза. Но не сильно помню, что второй глаз, он дальше, значит, он должен быть немножко ближе, чем тот глаз, который ближе к нам. тем более от прядины волос там вообще может немножко даже потеряться. В принципе, мы можем даже эту часть влазить. как бы даже так вот в тени в тени мы не знаем, что там получается. очень яркий влазить моего тоже немножечко надо приглушить. Здесь такой яркий так и смотрите мы здесь делаем такую маленькую такую смельчинку так и вот этот уголочек тоже немножко выделим опять-таки если ластик так же как и кисточка то уже в себе стоит некую опасность. Ластик очень отбеливает то есть поэтому нажимаете на ластик тоже слегка сильно не удалите так же как вы иногда кисточку берете сильно не нужно не удалить. Тогда она очень мягкая наша так что там у нас получилось можно опять-таки чуть-чуть добавить масла немножко чтобы усилить. Как правило акцентики мы все-таки делаем на глазах вот но не забываем и конечно трубы улыбка как они складываются так далее так и теперь давайте немножечко вот здесь на кисточке у меня нога очень краски осталось я сейчас хочу показать этот уголочек и посмотрите как идет линия не жестко непонятно куда идет синий то ли на верхние губы то ли на нижние губы с одной стороны с другой стороны смотрим ага вот здесь немножко видно что там прям у нее губки как бы приоткрыты слегка поэтому немножечко идет такая теневая внутри и теперь подчеркнем нижние губы и дадим блюдечочек вот такой вот причем блюдечочек не абы где а нашли самую выпуклую часть губки дали слегка вот такой и можем вот здесь немножечко как бы показать что вокруг губ немножко какой-то цвет на губах есть подчеркнем немножечко верхнюю часть носик мы можем тоже прямо чертить видите не с того чтобы темнить нос крыло носа мы просто рядышком положим чуть-чуть посветлее пластиком просто высветлим эту часть вот таким образом так и высветлим подброской потом привыкшим немножечко так ну и сейчас можно смотрите что такую китрес одну сделать для того чтобы сильно с носиком его не прорабатывать мы его сейчас опять-таки немножко затушуем слегка вот и поставим кое-кде блячочки скажем проверяем кстати ластик чтобы он вас не пачкал кое-кде блячочек поставим и затушуем чтобы он не лакочком держался и по ребру ему можно провести вот так вот легко легко ну опять-таки необходимо затушевать блячочки чтобы он не был слишком явно так какие-то акцентики это в конце уже еще что-то усилить вот здесь мы можем в сторону подбородочек делать четче границу дальше может быть где-то стоит высветлить скулку помним лево право если если светляет то просто правая сторона немножечко тоже она освещена должна быть так же как это только она в тени поэтому будет немножечко темнее то есть сейчас вы можете уже так сказать поиграть с ластиком посмотреть какие-то отдельные рядочки уже просто знаете получить удовольствие от самого этого процесса вот что-то такое раз смотреть если что-то удачно оставляем если не очень удачно подправляем и уже прорисовываем прорисовываем какие-то такие нелантики делаем какие-то плечочки на волосах яркие где-то очень ярко где-то приглушаем вот таким образом дальше вот так ну опять-таки по волосам это нужен отдельный подход у меня есть урок по волосам об этом с вами еще тоже поговорим вот а пока давайте потихонечку будем как говорится закругляться сейчас мы с вами вот как бы прошлись а сейчас давайте сопоставим портрет ребенка портрет взрослого человека о задайте кажется я тоже не мешала где-то что-то приглушить потому что волосы в принципе у эти девушки главные вот то есть важные очень они интересно красиво но не забываем что в портрете все-таки наверное акцентик лучше сделать правильный сделать на голодах на выхе а волосы играют все-таки почему он не умолит ну конечно зависит от того какая идея у вас в данном случае вот так хочу немножко сделать чуть-чуть фон светлее чтобы волосы чуть-чуть так ну давайте сейчас немножко сопоставим два портретика конечно опять напомню что это не запонящий вариант но я думаю можно немножко остановиться сейчас на этом для того чтобы понять что и как делаем вот смотрите давайте сравним вот ребеночек видите все очень воздушненько для того чтобы был как раз такой детский возраст передать чем нежнее вы все это сделаете чем больше вот этот немножко такой авальчик еще такой совсем кругленький практически можно где-то что-то потом еще усилить в этом портрете да можно еще усиливать выводить то есть доводить до фотографичность я не думаю что это надо делать все-таки портрет есть портреты поэтому нужно иногда вовремя остановиться ну вот здесь незаконченность волоса это долгий процесс это опять-таки не данного урока вот и теперь давайте еще раз все-таки сопоставим губки губки видите полунамеком легко носик вообще он такой еще такой не оформившийся что-то такая какая-то маленькая пипочка такая вот и достаточно буквально полунамеком все идет щечки тоже кукленькие намечаем для себя где-то какие-то световые части что-то вот здесь у нас в тени кстати говоря вот здесь можно немножечко еще усилить вот понравился урок в описании к видео вы найдете ссылки на лучшие курсы по рисованию на этом все подписывайтесь на канал и смотрите следующий ролик и по у и и и по и по Продолжение следует...